Клуб «Вдохновение» вновь гостеприимно распахнул свои двери для горожан старшего поколения. В ДШИ состоялся конкурс «Ах, теща моя, теща ласковая». Четыре конкурсантки боролись за звание победительницы. Угощали гостей ароматными блинами, пели и танцевали для них. Организаторы мероприятия, сотрудники централизованной клубной системы, рассказали собравшимся о традициях любимого россиянами праздника весны Масленицы. Выступления участников творческих коллективов города создали теплую атмосферу праздника и подарили зрителям хорошее настроение. Репортаж Ирины Лакитиной. Мы давно блинов не ели, мы блиночка захотели. Ой, блины, 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 блиночка моя. Блины были главным угощением праздника, ведь Масленица наступила. А кто лучше всех их готовит? Конечно, теща. Блины мои, блины, вы блиночки мои, за столы скорее садитесь и блинами угоститесь. Давай, какая включательная! Спасибо большое, посмотрите, какая красота! Слёмки эти вот! Блины сегодня были разные и простые, фаршированные, и с маслом, и со сметаной, и сладкие, и солоноватые, и круглые, и конвертом сложенные, и с припёком, и без. Любовь Терещенко ни свет ни заря встала, чтобы гостей праздника блинами побаловать. С полшестого, это честно, пекла от души. Вы знаете, я пять или шесть сортов напекла, вы видели мою корзиночку. Но тещина щедрость свой стимул имеет. Все дамы участницы конкурса «Ах, теща моя, теща ласковая», проходившего в клубе людей старшего поколения вдохновения. Они не только хозяйки знатны, но и нравом весёлы. Столько задорных частушек знают. Здравствуй, дядь мой, дорогой, откуда ты явился? Моя дочь уйдёт с тобой, чтоб ты провалился. Настроение отличное, и особенно радует то, что зрители радуются тоже. Всё прекрасно. Праздник удался. Действительно, масленичная неделя. Готовились. Недолго, но готовились усердно. Что нужно сделать теще, чтобы ей стать самой лучшей? И песню зятю спеть, и блины приготовить, и всё-всё-всё про зятя, про праздник масленичный, всё абсолютно знать. Сегодня наши замечательные жюри «Зютья» с большим опытом будут выяснять, какая же тёща самая лучшая. Ну, а зять уже будет выбирать. В команде жюри только мужчины. Почти каждый представитель сильной половины человечества рано или поздно примеряет на себя роль зятя. И вот тут русский фольклор представляет ему маму-жену чаще всего в образе этакого домашнего монстра. Но наши конкурсантки всем доказали, что лабытнанские тёщи – красивые, умные, активные и талантливые. Мне нравится, что собираются люди, празднуют, веселятся. Мне очень нравится праздник. Замечательный, интересный, красивый праздник. Артисты замечательные, красиво вступают, красиво говорят, красиво поют, танцуют, стихи рассказывают. Очень замечательные тёщи, просто прелесть. Ну и зять, конечно, замечательный. Хорошего настроения, ароматных блинов с лихвой хватило всем гостям праздника. Но самые лакомые, конечно же, членам жюри, зятям достались. А тёщи, участницы конкурса, только улыбались. Ведь не всё коту-масреница, будет и великий пост. Ирина Волокитина, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».